Приветствую вас и вопрос о том, как опустить в прошлое, как подавить эти чувства, вопрос будет рассмотрен в следующем образом. Значит, во-первых, подавлять свои чувства, свои желания, подавлять свои последствия, это не тот путь, который вам, вообще-то говоря, подойдет. Потому что подавляя себя, вы, ну, вообще-то, вы, подавляя себя, предстоящее быть той, кто вы есть. Вам нужно не подавлять свои чувства на самом-то деле. Вам нужно уметь правильно отличать собственное чувство от собственных желаний. То есть, то, что вы сейчас себя корите, говорите, может быть, я бы смирилась с тем, что у него кто-то бы появился и так далее, да? Вот вы говорите, я бы смирилась. А смирились вы ради чего? Для чего смиряться? Вопрос. Для чего это делать? Вы знаете, вами движет ваше желание, то есть, вот, ну, говоря о том, что вы себя корите. То есть, вы решение приняли, а вот, та поддержка, которая вам была нужна от мужчины, те потребности, которые он удовлетворял у вас, они остались, по сути дела, неудовлетворенными. И именно это мешает вам отпустить трусу, потому что потребности неотличимы от чувства. Если вы человека любите, вы желаете его сделать счастливым. А если вы хотите быть с ним, значит, он вам для чего-то нужен. Именно вам нужно быть с ним вместе. Понимаете, вот эту вот тонкую разницу. Далее. Очевидно, что мужчина вас либо не воспринимал всерьез, либо, собственно, разочаровался в том, что у вас что-то получится. Конечно, нужно разбираться более, я бы сказал, я бы сказал, ну, я бы сказал более подробно с тем, что за отношения у вас были. Потому что, как-то вот, знаете, из того, что вы написали, довольно сложно сделать вывод относительно того, как так получилось, что вы вроде бы долгое время встречали, долгое время у вас все было хорошо, долгое время вы были вместе, а потом, как бы, это ни к чему не приводило вообще. В этот момент непонятно. Нужно, я бы сказал, его все-таки рассмотреть по внимателям, но, тем не менее, это не отменяет того факта, что мужчина вам для чего-то нужен. И удерживает вас от того, чтобы жить дальше, именно невозможность, именно невозможность эти желания удовлетворить. Ну и, соответственно, возникает вопрос о том, что это за желания такие, и, собственно, как вам нужно их правильно удовлетворять. Вот, пожалуй, то, о чем вам стоит в первую очередь подумать и что вам стоит в первую очередь проанализировать. Каковы ваши желания, что удерживает вас рядом с мужчиной? Что не дает вам без него жить? Далее. Ничего подавлять себе не нужно. После того, как вы, во-первых, определите свои желания, это с одной стороны. С другой стороны, после того, как вы застрите свое внимание на том, чтобы напомнить, после того, как вы напомните себе, что заставило вас от человека этого уйти, ведь вы же ушли от него не просто так. Вас ведь что-то заставило, вы поняли, что дальше отношения с ним ни к чему хорошему вообще не приведут в это. Понимаете? Вы отдавали себе в этом обшивок, судя по всему. И это хорошо. Это прекрасно то, что вы смогли сделать подобное, смогли реализовать подобное решение. Но, простите, простите, нужно тебе себе об этом напомнить. Вновь напомнить себе, почему вы поступили именно так. Ради чего. И я полагаю, что в вашем воображении, внутри вас борются несколько противоречивых моментов. И я думаю, что эти противоречивые моменты заключаются в том, что, с одной стороны, вы вроде бы понимаете, отдаёте себе отчёт, что отношения совершенно бесперспективны. С другой стороны, вы понимаете, что вы чего-то хотите, и никто вам этого дать не может. Ну, кроме этого, мы же всеми пока, по вашему мнению. Ну, соответственно, ну и определить, что это за желание. Что касается прошлого, то здесь ситуация заключается в том, что вы поступали так, как вам тогда казалось травмом. Вы были и являетесь для той ситуации, ну, я бы сказал, субъектом. А когда вы из этой ситуации вышли, то есть, когда вы расстались с мужчиной, мы стали уже наблюдаться. И ваша роль, ваше отношение к ситуации с ней качественно изменилось. Вы стали смотреть на неё совсем иначе, по-другому. Роль наблюдателя и роль субъекта – это принципиально разные позиции. Но человеку сложно их в себе совместить. Произошло расширение сознания, как произошло оно, когда вы сблизились с мужчиной и позволяли ему быть рядом с собой, постоянно, и потом постепенно в него влюбились. Так все произошло и здесь. И понимаете, в чём дело? В данном контексте ваша влюблённость – это не что иное, как потребность. И невозможность принять то, что он осознанием, ну, сузил. То есть, вы вновь сделали шаг назад. Это очень тяжело. Но, простите, любить человека – это значит желать ему счастья. И неважно, где он находится, и неважно, с кем он находится. А невозможность забыть его, невозможность близиться с другим мужчиной – это именно потребность ко всем-то и, ну, неосознавание своих желаний. И вот, для начала нужно понять, что вам такого давал мужчина именно для вас, что вы без этого не можете, и нет у вас возможности получить это от другого мужчины. то есть, вот, то, что вы написали, то, что вы написали, это внешняя сторона. Мужчина всё время с вами, мужчина всё время вам что-то делает, приглашает куда-то, туда подарки, и так далее, и так далее. Это всё понятно. Но что это лично для вас? Чувствуете вы себя женщиной, например. И если так, то вы не уверены в себе, как женщина. Получается. Напоминает ли вам мужчина, например, вашего отца, с которым у вас либо были очень хорошие отношения, либо наоборот, были очень плохие. Боитесь ли вы один и отчество? То есть, понимаете, личная потребность в чём-то, личная, может быть, неосознаваемость, пока желаемая. И вот оно и даёт вам тот самый эффект, который вы сейчас испытываете на себе. И чтобы от него избавиться, чтобы оставить мужчину в прошлом, нужно самостоятельно реализовать то, в чём вы нуждаетесь. Это можно сделать с помощью психолога. В каком выбирайте любого на нашем ресурсе и, собственно говоря, начинайте с ним работать. Я полагаю, что ваши проблемы можно решить именно так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!